Отражать атаки противника стало легче, говорят украинские военные. Одна из главных причин – военная помощь западных партнеров постепенно прибывает на фронт. Помимо тяжелой техники, такой как танки, артиллерия, бронеавтомобили, украинские военные пополнили свой арсенал и стрелковым оружием. Это позиция украинских защитников Донецкой области. Именно здесь в последние месяцы происходит то, что называют мясорубкой. Россияне бездумно бросают на штурм своих солдат небольшими группами, но в огромном количестве. Поэтому работы хватает, признается Александр. Если они лезут сюда, то даем отпор. Чаще. Потому что у нас появилось вооружение больше. За последнее время они уже боятся делать прорывы, проходить. Потому что когда они начинают, получают отпор. И очень серьезный. Анонсируемого весеннего украинского контрнаступления ожидают все. Россияне пытаются просчитать и разгадать планы защитников Украины. Сами же украинские воины ждут начала кампании, чтобы скорее освободить все оккупированные земли и вернуть мир в страну. Весна радует очень. Я надеюсь, что это отчет того, что уже скоро все закончится. Выгоним этих парней. Или ***. Или как лучше сказать. Не спеша, максимально сконцентрировавшись, приступают к выполнению боевого задания снайперы. Работа заключается в том, чтобы найти цель. Самую жирную цель. Это не простой копатель, который переходит и продолжает копать какой-либо блиндаж. А какое-то пулеметное гнездо, которое может нанести большой урон нам. Его необходимо зачистить. Снайперов таких же, как мы. Это тоже приоритетная цель, которую нужно найти и уничтожить первыми, прежде чем они найдут нас. Преимущество противника – артиллерия, признаются украинские военные. Россияне не экономили на артснарядах весь прошлый год. Теперь же количество ударов заметно сокращается. Изменений мало. Они как работали артиллерией, так и работают. Просто чем дальше? Идет большое успокоение. Что в артиллерии, что и в авиации. Видимо, сказывается их количество БК. Уменьшается у них. Благодаря содействию западных партнеров, украинские воины прошли обучение и получают современное вооружение. Теперь же готовы не только отражать атаки, но и идти вперед. Продолжение следует... Продолжение следует...